Белое платье, поздравления родных, друзей и, конечно, любимый человек рядом. Именно так обычно начинается история молодой семьи. За 8 месяцев этого года, по данным Владимирстатова, в Владимирской области поженились уже более 5000 человек. Хотя и разводов немало. Больше 3500 за тот же период. Очень часто брак, который, кажется, трещит по шамот проблем и недопонимание. Ещё можно спасти, говорят во Владимирском ЗАГСе. Только не всегда в жизни супругов появляется настоящий специалист, который поможет сохранить отношения или всё же разойтись, но без скандалов и взаимных обид. Теперь же у всех владимирцев будет такая возможность. В декабре во Владимирском дворце бракосочетаний появится гостиное примирение. Это очень масштабный проект. Мы надеемся, что он заработает. Парам нужна помощь. Я сама мама, сама бабушка. Я прекрасно понимаю, что как бы я не пыталась объективно разобраться в ситуации, когда возникает конфликт, я всегда буду защищать сторону своего ребёнка. Не важно, 40 ему лет, 25, он всё равно для меня ребёнок. А в ситуации, когда расторгается брак, когда распадается семья, должен быть человек, который независим. Работники ЗАГСа надеются, что, приходя в их гостиную, семейные пары вспомнят, как расписывались, любили и настроятся на дружелюбное общение друг с другом. Выслушать проблемы супругов и постараться разрешить наболевшие вопросы помогут профессиональные медиаторы. Они обладают психологическими и юридическими знаниями и умеют общаться с людьми. Остаются чаще всего дети. И они самые незащищённые у нас, часть населения, которые, в принципе, страдают больше всего. И вот развод в любом случае причиняет травму ребёнку, в каком бы возрасте ребёнок ни находился. Мы должны помочь, либо более экологично помочь расстаться с супругом, и при этом не нанести серьёзный ущерб психике и здоровье ребёнка, либо помочь им соединиться опять. Служба медиации в нашей области работает уже не первый год. Проект развития семейной медиации специалисты реализуют на средства президентского гранта. Опыт создания подобных служб примирения для супругов есть в разных областях нашей страны. Во Владимирском ЗАГСе подчёркивают, нашим специалистам тоже есть чем поделиться с коллегами. Проект гостиной сегодня презентовали в рамках круглого стола. Он посвящён развитию системы семейной медиации в области. На встречу пришли представители общественных организаций, органов опеки, юристы, сотрудники правоохранительных органов и даже студенты. Эльмира Сафина, будущий юрист, учится на четвёртом курсе в их программе. Даже есть специальный предмет – медиация. Девушка уверена, что уметь грамотно разрешать конфликты важно не только юристу, но и обычному человеку. Мне кажется, особенно когда дети пуляются, безусловно, чтобы разводов было меньше. Всё-таки, ну, как сказать, он медиатор, его главная роль какая – выявить проблему. То есть показать, может, там недопонимание какое-то в семье. То есть выявить это и предложить мед для разрешения данной проблемы. Все пары, которые придут в ЗАГС, чтобы подать на развод, получат специальные приглашения в гостиную примирения. Кроме того, их будут вручать и в суде. Туда приходят пары, у которых есть несовершеннолетние дети. Или кто-то из супругов не согласен расставаться. Если работа гостиной начнет приносить положительные результаты, возможно, её аналоги откроют и в других ЗАГСах области.